В детстве я был очень впечатлительным ребенком, верила в мистику, любила страшные истории. Но со временем это все начало потихоньку развеиваться, и отверив призраков и видя, мне осталось и следа. До 18 лет. Эта история произошла в прошлом году. Накануне моего 18-летия я легла спать пораньше, но сон не шел. Из-за ожидания предстоящего праздника мысли в голове сменялись одна за другой. Улыбка не сползала, а сердечко трепещало, как у калибри. В общем, спать я не хотела совсем. Встав с кровати и напарив махровый халат, я направилась на кухню. Включив свет и поставив чайник, я достала из маминой пачки сигарету и вылезла в форточку, чтобы запах табака не распространился в квартире и не дал моей маме узнать, что я взялась за старое. Холодный осенний воздух вкупе с табачным дымом обжигал легкие. Но мне было все равно. Я смотрела на небо, делая затяг один за другим. И в момент, когда я затягивалась в последний раз, мой взгляд упал на фигуру, расположенная в окне соседнего дома. И вроде бы ничего, если бы не тот факт, что фигура была снаружи, а не внутри. Я знала, кто живет в той квартире, но и не имела ни малейшего представления о том, кто был снаружи. Сначала мне подумалось, что это лишь тень и играет со мной злую шутку. Но приглядевшись, я поняла, что это была человеческая фигура. Я уставилась на фигуру, не отводя взгляда. И тянулась лишь тогда, когда фигура повернулась в мою сторону и начала медленно двигаться. Я резко захлопнула форточку и побежала в свою комнату. Рухнув на кровати, я с головой накрылась одеялом. Дикий виск огласил меня. Как мне казалось, звук был где-то поблизости. Но не могли же люди проигнорировать его. В окно постучали. Сердце на секунду остановилось. Дыхание сбилось. А из глаз невольно побежали слезы. И снова стук. Еще, еще и еще. Он нарастал. И в один миг просто стих. Слышалось лишь, как на ветру шуршат опавшие листья. До утра я не могла сомкнуть глаз, думая о том, вернется ли это снова. День рождения прошел отвратительно, потому что кроме сна в кинотеатре, весь мой день был забит мыслями о том существе. Я легла в кровать и не заметила, как отключилась. Проснулась я от обладающего визга. Заметив, что в комнате ничуть не светло, я заплакала. Это существо снова здесь. Я не знаю, чего оно хочет. Я осмелилась посмотреть в окно. Передо мной предстала ужасно некрасивые черты лица, которые можно было разглядеть из-за близкого фонаря. Но это не было лицо чудовища. Напротив, это была юная девушка. Она улыбалась, и если бы я была писателем, то сказала бы, что она смотрела меня прямо в душу. Я неосознанно поднялась с кровати и подошла к окну. Девушка улыбнулась и показала на форточку. Словно поглощенная эйфорией, я потянулась к ручке на форточке, но словно ошпаренная, отдернула руку и попятилась назад. В эту секунду лицо девушки словно озверело, и оскалившись, она ударила по окну с такой силой, что она должна была разбиться. Она приходила ко мне еще несколько дней, но я не высовывал голову. Почему я вспомнил эту историю? Уже почти осень, и совсем скоро день моего рождения, и я очень боюсь, что она вернется. У нас в городке есть одна легенда про маньяка на кладбище. Мужик при жизни вроде как убивал одиноких людей, приходивших на погост навестить своих родственников. И по слухам, даже после смерти его душа не смогла найти покоя, и бродит теперь по кладбищу в поисках жертвы. Само по себе это кладбище очень древнее. Там, конечно, еще хоронят людей, но с самой дальней стороны, с восточной. Даже специально для этого ворота сделали, чтобы через старую часть не шастать. И вот по слухам, именно там и обитает тот самый маньяк, душа которого такая черная, что ее не может принять даже преисподня. Поговаривают, что произошла та страшная история в 70-е. Несколько людей пропало, пока не выяснили, что в свой последний день они все собирались на кладбище. Начали следить за погостом. Там этого голубчика и взяли. Оказалось, что на его счету около десяти убийств. Маньяк, работавший тут же грибовщиком, стерег жертву, потом убивал ее несколькими ударами топора и сбрасывал ее в свежую могилу. Присыпал сверху землей, а через пару дней там уже кого-то хоронили. Когда в городе узнали про эту страшную историю, все взбудоражились. Выяснилось, что этот поликарп, так звали маньяка, сильно изменился после смерти жены и ребенка, которых сбил грузовик. Сам он был по профессии плотник, но после этой трагедии устроился на то самое кладбище, где похоронил семью. Очевидцы уверяли, что он не раз говорил устроиться туда, чтобы быть поближе к семье. А потом начались убийства. Вроде как не мог простить он, что остальные живут, а его родные нет. Вот такая легенда. Мы с другом, понятно, относились к этому как к городской страшилке или очередной выдуманной страшной истории. Как-то разговорились и вспомнили об этом поликарпе. Я настаивал, что все брехня это. Скорее всего, даже могилы такой нет. А он уверял, что действительно такой маньяк был. Вроде как знакомый его бабки убил. Она ему сама рассказывала, когда живая была. Ну и решили мы пробраться на кладбище и обследовать всю старую часть. Но, слава богу, не ночью, как изначально хотел мой друг, а днем. Сказано, сделано. В назначенный час мы уже стояли у старых ворот, на которых вестил проршавевший замок. Перелезли через ограду и начали поиски. Через какое-то время мы обнаружили систему в расположении могил. Одинаковые годы смерти шли своеобразными прямоугольниками. То есть, видимо, отделялась когда-то определенная часть, и там хранили людей. Так, конечно, было не везде, но в целом систематизация была полезная. Сразу определив самые старые захоронения, мы отошли от них, двинувшись в противоположную сторону. Через полчаса бесконечных блужданий мы, наконец, вышли на 70-й год. Прошли дальше. Первый, второй, третий. А на четвертом и увидели его. Карточка почти выцвела, а с одной стороны стала совсем белая, но надпись на дешевеньком железном памятнике сохранилась. Родионов Поликарп Павлович. 1943-1974. Земля на могиле была свежая, словно ее недавно копали. «Думаешь, он?» – спросил я. «Похож. Ты тут много поликарпов видел?» «Второй всего. Но первый еще в 52-м умер. Значит, наш. Андрей, мой друг, подошел к самой могиле и вытащил две конфетки. Ну, вроде что они с пустыми руками пришли, чтобы не сядился на нас. С этими словами он положил их на памятник и отошел. А дальше произошло необъяснимое. Памятник резко просил левой частью, и конфеты упали в рыхлую землю, которая их поглотила. Возможно, там внутри была какая-то полость, куда они и упали. Но создалось впечатление, словно душегубец забрал наше подношение. Тут же мы, не сговариваясь, дернули оттуда. Повернулись к кладбище, лишь оказавшись за оградой. «А ты чего побежал?» – повернулся я к Андрюхе. «Так ты первый побежал?» «Ну, давай, рассказывай. Я как есть говорю». «Ну да, поел бы поликарптовых конфеток», – засмеялся я. Ожидал, что Андрей подержит шутку, но тот замер, смотря в сторону кладбища, именно откуда мы прибежали. «Ты чего?» – спросил я. «Посмотри вон туда, в сторону деревьев. Ничего не видишь?» Я пригляделся, и внутри заныло. В тени деревьев укутый. Укрытые ветками стоял человек. Он глядел на нас оттуда, отведя от глаз кусты, чтобы не мешали смотреть. Просто стоял и молчал. До нас было всего метров двадцать. И я все размышлял. И я все размышлял. Если он уломанется к нам, куда бежать? Но тут ветка шелохнулась, и его тень пропала из виду. Не растворилось, а будто ее ветром унесло, как облака. А у нас оцепенение прошло. Переглянулись и быстро пошли прочь оттуда. Так и закончились наши похождения на кладбище. С того времени года два прошло. Но мы по-прежнему не любим вспоминать ту страшную историю. И душу не успокоившегося маньяка, обродившую среди умерших. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok